Сразу скажем, причины для реформирования были. Уже несколько лет в нашей зоне «Восток» выступают всего шесть команд, которые играют между собой по четыре раза. При этом победитель чемпионата отказывается от повышения в классе из-за финансовых трудностей. По сути, нет никаких турнирных задач. Естественно, это не радует болельщиков. Зрителей все меньше, констатируют эксперты, ведь такой футбол им наскучил. Нет запала и у игроков. Для футболистов это очень тяжело, когда 10 игр играешь, полгода отдыхаешь, 10 игр играешь, потом отдыхаешь, футболисты будут расти, болельщикам будет интересно. Конечно, это благо, безусловно. Шесть команд, вот где убийство футбола. Теперь вместо шести команд планируют 16. Клубы Сибири и Дальнего Востока будут играть с Уралом и Приволжьем. Есть надежда, что новые имена и соперники подстегнут зрительский интерес. Эксперты от футбола давно говорят, что мы топтались на месте. Томск и Новосибирск, они уже нас опережают. Раньше мы их опережали в подготовке молодых футболистов. Сейчас они нас. Поэтому в нашу сторону их смотрят в западной части. Когда говорят, а откуда они? Да, в Сибири. Где 20 игр всего за сезон-то? 20 игр они не успевают ни наиграться, ни получить, допустим, нужную практику. Не, допустим, не поправить свое мастерство, не улучшить его. Многое будет зависеть от игры и результатов, но важна и финансовая составляющая. В этом сезоне бюджет клуба составил 38 миллионов рублей. На стадионе провели обновления. Новый вход с колоннами, видеоэкран, легкоатлетические дорожки. Теперь придется найти несколько миллионов еще и на выездные игры, которых станет больше. Та ситуация, которая была раньше, она, наверное, никого не устраивала. Поэтому все же здесь для нас шанс стать наконец-то зрелищной командой и результативной командой. До этого все ситуации закрывало правительство и региональный Минспорт. Очевидно, что дополнительные затраты понадобятся, но это общая ответственность и Минспорта, и Федерации, и клуба. В «Динамо» надеются, что новый формат придаст импульс развитию алтайского футбола и повысит интерес зрителей. Большинство клубов ПФЛ ждут еще одного здравого решения. Переходы на календарь весна-осень, чтобы убрать летнюю паузу и прекратить игры в апреле и ноябре, когда в Сибири еще лежит снег. Может быть, это удобно, там Синитово, может быть, Спартакул. Больше половины команд в России закончила второго лига с этим форматом. Однако пока предложения остаются на уровне разговоров. Поэтому конец этого сезона футболисты все-таки доиграют в апреле и мае, а летом уйдут в длительный отпуск.